МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добро пожаловать в нашу студию, уважаемые гости. Давайте начнем с того, с вас, Медей Талайбекович, государственные ценные бумаги. Почему стали торговаться именно на площадке вашей фондовой биржи только с прошлого года, а не раньше? На самом деле вопрос, чтобы государственные ценные бумаги торговались на фондовой бирже, поднимается с 2007 года. В 2007 году был пилотный проект, когда 9 месяцев государственные казачейские векселя размещались на бирже, но, к большому сожалению, после чего она не последовала дальнейшего развития. И, наконец-то, в 2023 году, с мая месяца, Министерство финансов приняло решение о том, что государственные ценные бумаги должны публично размещаться для неограниченного круга инвесторов. То есть, как во всем мире, инвесторы привыкли, как и розничные, как и зарубежные, привыкли ценные бумаги покупать на фондовой бирже. И основная цель была, чтобы расширить круг этих инвесторов. С мая месяца у нас два вида государственных ценных бумаг размещаются и обращаются на Кыргызской фондовой бирже. И когда начали торговаться на бирже, мы поняли то, что население, к большому сожалению, наши граждане финансово не осведомлены о государственных ценных бумагах. Что это, кто выпускает, как на нее можно будет заработать. И на первых порах мы не увидели интереса со стороны наших граждан. Да, действительно, вот, например, наших телезрителей, наверное, интересует, что такое государственные ценные бумаги, какие они бывают. Можете коротко рассказать? Да, и сейчас у нас активно работа ведется по повышению финансовой осведомленности. Государственные ценные бумаги – это наиболее ликвидные, и самый защищенный вид инструмента инвестирования. Эмитентам, то есть кто выпускает их? Министерство финансов выпускает. Государство, да? Государство. От лица государства выпускает Министерство финансов. И они подразделяются на два вида. Это краткосрочные, их называют, государственные казначейские векселя. Они на 12 месяцев выпускаются. И государственные казначейские облигации. Они выпускаются от 2 лет до 15 лет. И вот двухгодичные государственные казначейские облигации и 12-месячные государственные казначейские векселя, они продаются у нас на бирже. Зачем государство их выпускает? Государство, если ранее они выпускались для покрытия дефицита в бюджете, то сегодня, мы видим, уже есть определенный профицит в государственном бюджете. И теперь государственная сцена бумага зачастую выпускается для определенных проектов. То есть, условно, для социального жилья государство выпускает, для поддержания национальных проектов. В связи с этим, сегодня государственные сцены бумаги выпускаются для развития нашей экономики. А граждане, которые покупают государственные сцены бумаги, получают выгоду так же, схоже, как с депозитов или же с акций. Нурбек Бекулович, государственные сцены бумаги с 2023 года уже имеются в вашей бирже, уже находятся. Это, конечно, знаковое событие. Но какое это значение имеет и какую роль играет в развитии экономики нашей страны? Как вы думаете? Ну, начнем с того, что вообще для чего выпускаются государственные сцены бумаги. Государственные сцены бумаги запускаются, как правило, именно для того, чтобы пополнить, будем говорить, государственную казну инвестиционными средствами для реализации каких-то государственных инвестиционных проектов, для реализации каких-то социальных проектов и так далее. Есть у государства, как у любого организма, есть разрывы в поступлении денежных средств. Для того, чтобы как-то нивелировать эти разрывы государственных средств, для этого запускаются государственные ценные бумаги. Те государственные ценные бумаги, которые на биржу запущены, они, как вот уже сказал Медея Тагайбекович, они у нас в основном сроком, так сказать, идут государственные казначейские векселя – это один год, а государственные казначейские облигации – два года. Поэтому эти ценные бумаги относятся к долгосрочным средним бумагам, поэтому в основном они используются именно для вопросов инвестирования и формирования бюджетов следующего года, то есть финансовыми ресурсами. Роль, какую играют ценные бумаги государственные, они прежде всего стабилизируют ситуацию в экономике. В чем именно? Курс на государственные ценные бумаги, он стабилизирует курс СОМА, то есть сама ставка на государственные ценные бумаги устаканивает курс национального кыргызского СОМА. Второе, государственные ценные бумаги позволяют снижать инфляцию. Почему? Потому что государственные ценные бумаги, они создают потребительский спрос дополнительный, то есть появляется, плюс к этому, государственные ценные бумаги, то есть привлечение средств дает инвестиционные средства для государства, то есть работает экономика. И еще очень важная такая цена, это сам процент фактически финансовых инструментов, которые на рынке формируются в целом, он во многом зависит именно от государственных ценных бумаг. То есть государственные ценные бумаги, они в определенной степени являются каким-то эталоном. А кто может получить, например, взять государственные ценные бумаги? Это все граждане могут, да? Да. Ну вот смотрите, например, у нас какие еще есть инструменты на бирже? Есть, допустим, акции, есть облигации. Вот по облигациям тоже есть ставки. По коммерческим облигациям или корпоративным облигациям ставки чуть-чуть выше, чем ставки, так сказать, по государственным ценным бумагам. Но зато ставка по государственным ценным бумагам, она чуть выше, чем, допустим, депозиты коммерческих банков. Иногда, значит, вот именно нахождение его в центре всей вот этой амплитуды финансовых инструментов стабилизирует в целом финансовый рынок. Ну и очень важный вопрос, государственные ценные бумаги для любого государства являются инструментом, куда приходят зарубежные инвесторы. Только через государственные ценные бумаги чаще всего в страну приходят зарубежные инвесторы. Почему? Потому что это надежный финансовый инструмент, которому доверяет большинство инвесторов в разных странах. Вот в развитых странах же инвестиции поступают именно те страны, у которых есть не то, что государственные ценные бумаги, но и развитая фондовая биржа. Расскажите, пожалуйста, о мировом опыте государственных ценных бумаг. Да, вы очень правильно сказали о том, что инвесторы, которые приходят к нам в Кыргызстан или в целом рассматривают нашу страну как страну инвестиций, они в первую очередь смотрят, насколько развит национальный фондовый рынок. Это индикатор того, как компании прозрачно выходят и привлекают инвестиции. И показатель того, как население доверять своим же компаниям, своим же ценным бумагам по части инвестиций. Таким образом, внутренние средства сбережения граждан работают во благо экономики. Чем менее развит фондовый рынок, там больше теневого рынка, теневой экономики. Чем более развитый фондовый рынок, этот фондовый рынок показатель того, что компании работают по международным стандартам капитала. И самое главное прозрачно. Прозрачно. Что же касается, если смотреть даже не забегая далеко от соседних стран, рынок Казахстана, российский фондовый рынок, то с первых дней государственные ценные бумаги, они размещаются и обращаются на фондовые биржи. У нас по-другому она развивалась. С первых дней она размещалась на площадке Национального банка среди коммерческих банков. В связи с этим, небанковский финансовый сектор не особо соприкасался, вовлекался в рынок государственных ценных бумаг. И если посмотреть на долю, то государственные ценные бумаги это наиболее активно торгуемые на данных фондовых биржах. Именно государственные ценные бумаги. Потому что, как мы сказали, это ценные бумаги без риска. И инвесторы чаще всего, как Нурвей Бекуча отметил, в первую очередь приходят на рынок государственных ценных бумаг, уже далее рассматривают другие секторы акций. Без риска это можете объяснить? Это вот, например, у нас, когда вы свои сбережения в виде депозитов храните в коммерческом банке, есть агентство под защитой депозитов. В случае банкротства банка, она вам восстанавливает сумму до 1 миллиона сумм. По корпоративным облигациям, когда частная компания выпускает корпоративные облигации, все риски несет сама вот эта частная компания. В случае чего она обязуется вам вернуть свои средства. То же самое по акциям. Акция это наиболее рискованный вид инструмента, потому что ваш доход зависит, каким образом компания поработала. То есть аксы могут и подниматься, и падать каждый день практически. А по государственным ценным бумагам гарантом выплаты выступает сама государство. Когда формируется государственный бюджет, бюджет Кыргызской республики, там есть защищенные статьи расходов. То есть какие бы деньги не поступали бы в бюджет в казну, расходная часть должна выполняться в сроке. И таким образом в эту статью также ходит обслуживание государственных ценных бумаг. То есть выплаты, погашения, и вне зависимости от этого они в срок выполняются, исполняются. И таким образом, начиная с первых дней, когда начали выпускаться государственные ценные бумаги, по сей день Министерство финансов ежи по календарю выполняют свои обязательства. Из этого во всем мире инвесторы не беспокоятся, когда инвестируют свои денежные средства в государственные ценные бумаги. А также, если вот как отметили, посмотреть на ставку доходности, сегодня Министерство финансов заинтересовано, чтобы делать привлекательный процентный доход, чтобы население как альтернативу выбирало инвестиции в государственные ценные бумаги. К нам на сайт Кыргызской фондовой биржи можно зайти и поподробнее можно ознакомиться. Или же кому интересно инвестировать в государственные ценные бумаги, они могут прийти в офис Кыргызской фондовой биржи, также дополнительно получить консультацию. А, Нурбек Бекулыч, действительно, мировой опыт государственных ценных бумаг, какой странный лучший опыт, как вы думаете? Ну, я думаю, что мы должны однозначно как-то ориентироваться на мировой опыт, тем более, будем так говорить, даже среди стран СНГ или ЕАЭС, в общем-то, рынок государственных ценных бумаг у нас один из отстающих. Поэтому во всем мире, в принципе, это вырабатывалось достаточно давно. Если говорить, допустим, там, рынок ценных бумаг Соединенных Штатов Америки или Европы, вот там государственные ценные бумаги, они появились фактически, ну, сразу после Второй мировой войны, будем говорить так, активно они, так сказать, хождение уже начали иметь и получили, и постепенно, фактически, в рейтинге всех ценных бумаг они на первую строчку вышли. Потому что это действительно самые надежные ценные бумаги. Но для того, чтобы брать этот опыт, мы должны, конечно, учитывать, где мы находимся, то есть, то, что мы все-таки, инфраструктура и все остальное у нас немножко отстает. Второй вопрос, это, как сказать, готовность самих институтов финансовых к этому, инвесторов и так далее. Но мы для себя сделали такой однозначно вывод, что нужно брать лучшую практику, как во всех вопросах, нужно брать лучшую практику. То есть, не смотреть, там, те болячки, которые проходили все остальные страны, а брать уже то, что сейчас лучше, допустим, на тех или иных площадках. И стараться внедрять именно это. Несмотря на то, что, фактически, понятно, так как там есть много проблем, противоречий, все-таки это делать. Я для лучшей практики, я считаю, что для нас было бы очень правильно, все-таки обращение все потихонечку переводить именно на рыночную систему. То есть, у нас пока так, допустим, два вида государственных ценных бумаг на нашей бирже, остальное торгуется на площадке Национального банка. Ну, я думаю, что мы постепенно должны фактически все переводить именно на рынок. Ну, во-первых, даже из-за того, что не должно быть конфликта интересов. То есть, государственные ценные бумаги должны обращаться именно на независимых рыночных площадках. Когда это идет на площадке, допустим, регулятора, ну, это не совсем правильно. Да, с этого начинали многие страны, но они уже от этого давно отошли. Второе, что нам нужно иметь в виду, законодательство и все остальное нужно, естественно, так сказать, планку повышать и делать так, чтобы рынок государственных ценных бумаг был не только надежным, каким он из-за бумаг является, а он был бы удобным, он был бы прозрачным и он был бы информационным. Вот все это можно создать именно в таких институтах, каким является фондовая биржа. И не секрет, что, допустим, сегодня даже те вопросы, которые касаются раскрытия информации, вообще в целом, так сказать, на финансовом рынке, ну, то, как делается это на бирже, оно уже на порядок выше, чем, допустим, там в целом в государственных структурах, там, в других институтах, там и так далее. Нужна, конечно, соответствующая подготовка, нужны соответствующие системы обучения. Например, у нас, на нашем рынке мы пока не имеем институтов, допустим, маркетмейкеров, нет у нас. Значит, пока, к сожалению, так сказать, управляющих именно ценными бумагами, по государственным ценным бумагам, тут тоже единицы по пальцам можно пересчитать. Брокеры, которые имеют, так сказать, хороший опыт, тоже, так сказать, вот всеми этими вопросами мы сегодня озабочены и хотим все эти вопросы, так сказать, на бирже двигать. Лучше, я считаю, практику, которую мы должны применять, это опыт Соединенных Штатов и Европы. Правда, вот, интересно, так сказать, это, например, в Соединенных Штатах казначейские ноты, и, допустим, ноты у нас НБКР, получается разные совершенно, так сказать, названы одинаково, но инструменты разные. Там ноты, это фактически долгосрочный инструмент, он с высшей года, так сказать, до 4 лет, а у нас ноты это 7 дней, 14 дней, и так далее. Ну, когда начинали, видимо, нужно было как-то столкнуть это, и вот так, так сказать, это было названо. Нет у нас пока государственных ценных бумаг, каких-то дополнительных, кроме правительства и Национального банка. Вот такие государственные ценные бумаги нам нужно запускать. Это у нас, например, ипотечные появились, да, государственные ипотечные, это тоже государственные ценные бумаги, но без какой-то инфраструктуры, и пока они, будем говорить так, по большому счету, не обращаются на рынки. А вот можно было бы, создавая, так сказать, соответствующие взаимные фонды, в том числе и с государственным участием, выпуская, так сказать, соответствующие государственные ценные бумаги этих фондов, для реализации тех или иных социальных, государственных проектов, пополнить копилку государственных ценных бумаг на нашем рынке. Миритар Рыбикович, вот каков спрос на государственные ценные бумаги на сегодня? Сколько продано, сколько востребовано, кто покупает вообще? Коротко можете ответить? У нас, получается, с 25 мая 2023 года до конца 2023 года общий объем торгов размещенных составил 1,3 миллиарда сумм. Естественно, основными покупателями были это крупные наши инвесторы, такие как государственные накопительные пенсионные фонд, банки, но появились и новые участники. Это частные пенсионные фонды, не государственные пенсионные фонды, это страховые организации, это брокерские компании, наконец-то вошли на рынок государственных ценных бумаг и начали для своих клиентов покупать ценные бумаги. Видим интерес, но ожидаем, что в скором времени мы запустим мобильное приложение, с помощью которого можно будет купить государственные ценные бумаги. Это очень сильно подтолкнет наше население, чтобы свои сбережения приумножать посредством инвестиций в государственные ценные бумаги. Это как через мобильное приложение? Сегодня, к большому сожалению, у нас действительно есть отставание развития, именно цифровизация нашего фондового рынка, и по сей день не было мобильного приложения, когда вам не надо приходить на биржу или в брокерскую компанию, сидя дома, вы могли бы покупать ценные бумаги. Такой возможности, к сожалению, у нас не было. Но такую возможность, вот мы последние полтора года активно работали, чтобы в скором времени, буквально в апреле-май месяце уже для населения выйдет мобильное приложение, когда наши граждане могут, сидя, просто заключать электронные договора и покупать на бирже государственные ценные бумаги. Только у нас осталось буквально пару минут. Ваши пожелания, рекомендации для экспертов, которые хотят войти в биржу потенциальным инвесторам, гражданам, которые привыкли хранить деньги в банках, чтобы они стали инвесторами, потенциальными инвесторами? В принципе, в классической схеме инвестирования есть две категории инвесторов. Это квалифицированные инвесторы и неквалифицированные инвесторы. Поэтому я в первую очередь призываю всех неквалифицированных инвесторов вкладывать свои инвестиции в государственные ценные бумаги, потому что все-таки государственные ценные бумаги – это самый надежный инструмент. При этом доходность сегодня по государственным ценным бумагам, она достаточно хорошая. Допустим, по двухгодичным сейчас у нас фикселям 15,5%, да? 15,5% – это гораздо выше, допустим, чем депозиты коммерческих банков. Второе, я хотел бы всем фактически тоже сказать, что мы не стоим на месте. Вот то, о чем сказал Минет Тагайбек, скоро запускается мобильное приложение, посредством которого все фактически инвесторы будут иметь возможность вложить через мобильный телефон. И третье, очень важная составляющая, нужно зарубежным инвесторам иметь в виду, что мы сейчас открываем прямые линки, то есть будут в мировых, международных клиринговых системах, Евроклиер и Клиерстрим, открытые счета для иностранных инвесторов, для того, чтобы можно было вкладывать в наши государственные ценные бумаги. Спасибо вам большое, к сожалению, уже время подошло к концу. Уважаемые телезрители, мы сегодня постарались поговорить об инвестициях и о государственных ценных бумагах. У нас сегодня в гостях были Нурбек Илебаев, член Совета директоров Кыргызской фондовой биржи и президент Кыргызской фондовой биржи Медед Мазар-Алейф. Спасибо вам большое. Уважаемые телезрители, на этом наша программа подходит к концу. Будьте здоровы и не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова